здравствуйте это канал максимации и последняя финальная серия по gta 4 последняя серия в третьем сезоне следующие два сезона будут уже по дополнением к этой игре это пропащие обреченные баллада гейтони собственно я попросил вас выбрать концовку где мы будем завершать игру месть отомстить дмитрию раскалу поехать или пойти с ним на сделку все кто голосовал все кто голосовали все проголосовали за месть ну что ж выбор за вами мы мы едем мстить раскалову так судя по всему о том что нам рассказал роман неизвестно откуда он это знает конечно дмитрий раскалов находит сейчас находится на корабль в стухе на корабле платипус вот тут корабль хорошо укреплен повсюду его солдатики хорошо вооруженные они там походу занимаются поставкой кокаина тот самый корабль на котором нико прибыл в либерти сити так что видимо судя по всему все начнется там же где и начиналось ну чтож дорогие друзья не будем долго болтать поехали русские погружают героин на корабль дмитрий руководит операцией из грузового отсека пульт управления дверями грузового отсека находится на капитанском мостике надо проникнуть туда найдите дмитрия и отомстите дичь сервит колт стой фары выключи а нет нельзя так зайдем к мы с тыльной стороны наверное сейчас с помощью ракетницы уничтожим этот фургон героином кстати те кто еще не успел те кто не успел проголосовать за выбор концовки и хотела проголосовать за концовку сделка не расстраивайтесь мы с вами и на вторую концовку посмотрим тоже в отдельной серии бонусной серии так что волноваться не стоит мы на обе концовки с вами посмотрим но основная сюжетка вот по сезонам будет заключаться в концовке месте огонь я полностью заранее запасы оружием и броней черт побери их там много и Субтитры сделал DimaTorzok 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 так броня на месте все на месте никого нету отлично а а а а а а а это по ому дмитрий говорит через громкоговоритель сейчас мы спустимся и залезем туда проникнуть грузовой секре отомстите дмитрию правда там сейчас новые солдаты появятся он я их вижу так эти эти дохлые уже я чуть немного кажется что его клоны появляются точнее некоторые клоны появляются из них так чатурка торчит м м м Субтитры сделал DimaTorzok 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 Эй, Дима! Я сомневаюсь, что пойду с тобой на эту сделку. Мы еще с тобой кое-какие дела не уладили. Да, дело прошлое. Я думал, время, проведенное в Америке, остудит твой пыл. Америка не всех меняет. Ты погляди на себя. Ты приехал в эту страну без хребетной крысы и готовая придать всех своих друзей. Таким ты тут и подохнешь. Заткни, пресса, 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 пресса. Давай, Дмитрий, я пришел с этим покончить. Все, припрылил, Раскалов. Я давно ждал случая тебя убить, Раскалов. Да, выходи ты. Надо мою охрану сначала убрать. Сейчас ты получишь хороший урок. У любого поступка есть свои последствия. Ты натянул меня и сейчас за это заплатишь. Жаль только, что это будет последняя мысль, которая тебе придет в голову. Слезь за ней, полетит пуля. Прощай. Да нет, это тебе будет уроком. Люди не обрадуются, если ты меня убьешь. Я никогда не пользовался своей популярностью, так что мне не привыкать. Ну что, приплыли? А? Ну что ты зерился? Мы же друзьями с тобой были. Ты уже езжу лет назад тебя киданул. Давай об этом забудем. Если ты убьешь меня, ты разозлишь многих. Подумай, Пигарино. Без этой сделки ничего ему не светит. Я тебе не хотел зла. Да, конечно, не хотел ты мне зла. Не надо этого делать. Мне придется это сделать. Это была не моя идея тебя подставить. Да ты всех подставил. Ты подставил Михаила Фаустера. Ты подставил меня. Чуть не убил. Ты... Сжег квартиру Романа. Ты... Похитил его. Уничтожил его бизнес. Шантажировал моих друзей. Чего ты только не делал. Сейчас ты за все заплатишь мне. Козел. Нужно тебя было давно еще избавить от земных страданий. Прощай, Дмитрий. Я сожгу твое тело еще. Чтобы больше никогда не вспоминать о тебе. Подлец. Ладно, надо убираться отсюда. Сейчас тут пожар начнется. Ну что ж, с Дмитрием Раскаловым покончено. Я убил Дмитрия, все кончено. Он был на утконосе, корабле на котором я прибыл в Либерти Сиди. Так что, похоже, все завершилось там же, где и начиналось. Думаю, ты поступил так, как считал нужным. Никаких делишек, бабок и орги с моделями. Зато Дмитрий тебя больше не побеспокоит. Увидимся на свадьбе. Не забудь надеть костюм. Не беспокойся, Роман, я приду. Давайте с вами отпразднуем это дело. Таким вот способом. Ваше здоровье. А у Романа завтра свадьба будет. Мы поедем домой, отдохнем. Сколько времени сейчас? Время уже почти скоро утро. Да. Привет, это Фил. Я понимаю, почему ты так поступил. Я, если честно, тоже не доверял этому Дмитрию. Да, я сделал то, что должен мне. Хорошо, но мы с тобой больше не общаемся. Джимми Пигарина совсем потерял голову. Теперь его семье не стоит ломаного гороша. Как это не стоит ломаного гороша? Кто у нас? Нико, сегодня самый счастливый человек. Я женюсь на красавице Мэлори. Как поживает мой шофер? Хорошо. Надо лучше, чем хорошо. Приезжай в церковь к десяти утра и оденься прилично. Ты должен хорошо выглядеть. Да. Я сейчас, короче. Привет, Кейт. Я последовал твоему совету и разорвал все связи с этим человеком. Я очень тобой горжусь, Нико. Наверное, было тяжело отказаться от денег и остаться верным своим принципам. Но это был правильный поступок. Ты едешь к Роману на свадьбу? Можешь заехать за мной и отвезти меня туда? Я буду у мамы. Тогда до скорого. Что ж, мы полностью готовы и едем. Так. Пока ехал, столкнулся с одной машиной. Один чувак передо мной резко так затормозил. Я изо всех сил пытался вернуться, но не получилось. Я вписался в него. Спасибо, что за мной заехал, ты очень здорово выглядишь. Ну, что он? Ну, так странно. Чего здесь странно? Просто я еду на свадьбу с совершенно незнакомых мне людей. С парнем, которого пару раз видел. Ну, не знаю, может это и странно, а может и нет. Мне кажется, я хотел бы тебя узнать поближе. В последнее время я стал завязывать с криминальными делами и убить связи. Думаю, что пришло время идти вперед, начать совершать правильный поступок. Ну, ты же здоровяк. Я такой идиот, конечно. Связан с 42. Ты думаешь, тебе так просто будет от этого уйти? Я могу попробовать. Удачи, Нику. Я правда очень надеюсь, что у тебя это получится. Но неужели ты думаешь, что люди, которыми ты имел дело, это просто прощально хлопать у тебя по плечу? Им это придется. Мне всегда казалось, что люди выполняют работу вроде твоей, а их сажают на крючок. И у них выхода не осталось. Когда-то все было хорошо, я был отличным парнем, пока мне не втянули войну, в которую мы ели. И вынужден был смотреть на то, как мои друзья умирают. Чтобы выжить, я должен был делать то, чего не хотел. Если я смог тянуть себя в такую жизнь, значит, ты смогу из нее выбраться. Я пытаюсь принимать правильные решения, окружать себя хорошими парнями, играть, игнать полурольших, плохих. Хороших людей-то вроде тебя. Скажи мне, этими хорошими людьми приходилось страдать из-за того, что ты делаешь? Твой брат тоже закрутила безумная жизнь? Может, ты права, Роману тоже досталась. Он многое из-за меня потерял. И любой другой бы впал бы в отчаянии. Мне повезло, что он до сих пор рад быть частью моей семьи. Возможно, другой семьи у тебя и нет, но есть люди, которым ты не безразличен. Правда? Ну, не глупи, я на свадьбу не похаляву уже. Есть. Я здесь из-за тебя. Из-за того, что я хоть считаю, что все это глупо, я хочу дать тебе шанс. Шанс на то, что ты сможешь бросить все это безумие. Может, налетом этой крутизны скрывается настоящий человек. Разум велит не спасаться и бежать от тебя подальше. Однако сердце говорит, что ты хороший, и тебя еще можно исправить. У кого ты тогда послушаешь? Я ирландка Нико, мы знаменитые крепкие виски, мистика и католичество. Едва ли течет в них рациональная кровь. Но ты не пожалеешь об этом, Кейт, я за тобой пригляжу. Буду защищать тебя. Мы приехали. На свадьбу наконец-то. Так, пришло время распустить павлиний хвост. Только посмотри на себя в этом костюме, Нико. Ты решил перещеголять жениха на свадьбе? Пойдем поженим меня. Тут и Брюси, и Берни Крейн, и Джейкоб. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Да, мы это сделали. Эй, поздравляю брат. Огромное спасибо, что пришли. Мы теперь женаты. Ах, ты жалкий иммигрант, чертов, ты предатель. Ложись. О, нет. О, господи. Боже. Нико, ну же. Кто-нибудь вызовите скорую. Вызовите скорую. Она мертвая. О, господи. Господи. Нет, 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 нет. Она просила меня завязать. Я думал, мне удалось. Я думал, что все кончено. Это никогда не кончится. Нико, ты не должен себя видеть. Конечно, должен. Она же мертвая. Тихо, тихо. Успокойся. Он твой брат, Нико. Успокойся, друг. Нико, тебе нужно уходить. Давай, погнали, чувак. Убирайся, скорее. Ах, этот пигарин, а. Козел, блин. Чёрт. Я должен был её защищать. О, я клянусь, я доберусь до этого пигарина. Что за хрень? Я достану этого засранца. Жди, я тебе позвоню. Всё будет путём. Нико, мы с Романом нашли одного чувака из людей пигарина. Смекаешь? Он в доме на кореш-сквер. Мы за ним приглядим. Подождите меня, я еду уже. Секунду, а что там делает Роман? Там ему не место. Он тебя прикрывает. Мы оба, смекаешь? Удачи. Я доберусь до этого Толуа. Залезай, Нико. Ладно, братишка, этот чувак сейчас внутри. Я следил за ним. Смекаешь? Думаю, направиться к пигарину. Мы поедем за ним. Но, Роман, вам спасибо, но, Роман, это опасно. Ты мой брат, Нико. Кейт погибла на моей свадьбе. Я тебе помогу. Только погляди, ты должен держаться за ним. Ой, за нами хвост. Лучше избавиться от этих засранцев, пока мы не вернулись к Пегу. Козлы. Они еще и стреляют. Надо за ними ехать. Откуда ты знал, что они за пигарину поедут? Да ты сам прикинь, он носился как курица без головы по всему городу, и теперь они скрытся. Весь город желает их смерти. Полагаю, что убить пигарину я окажу городу услугу. Этот идиот себя возомнил большой шишкой. Этот парень приведет нас. Там мы его и схватим, и он больше не протянет на этом свете. Он теперь покойник. Он связался не с тем Растой. Это он поймет скоро, я так надеюсь. Блин, машину ломаем, едем. Интересно, куда он направляется вообще? Ну я знаю, конечно, куда он направляется. Вот до этого он направляется полегче. Он нас приведет пигарину. Успокойся. Фига, тут не успокоишься так, когда несешься по Саше? Порше сцены в беспредельной скорости. За нами гонятся машины, по нам стреляют. Как ты вообще спокойно можешь быть? Давай бросай уже, курить травку. Установка фиговая. Ты хотел сказать, что хочешь помочь. Сказал, что хочешь попритаться с пигариной, не меньше моего. Так и было. Я сейчас хочу. Но не хочу умирать. У меня никого теперь нет. Ты не прав, брат. У тебя есть Роман, у тебя есть я. Роман, скажи же, мы дадим шару этому чуваку. Конечно, это именно так. Я хочу достать этого парня, но считаю, что воздержаться от опасного риска в этом деле. Я после Кэти хочу, меньше всего хочу и тебя еще потерять, Роман. Но я не дам ему уйти этому. Скучь говно. Ух, 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 ух. Тихо. Далеко он не уедет. Думаю, мы скоро доберемся до Пигарина. Ну хоть Олдерни посмотрим. Я толком здесь и не бывал. Точнее, Крама. Я и сам в эти края не захаживал. Пусть все не так, как и в остальном Либерти Сиди. Я вас не на экскурсию вывел. Слышите меня? Если вы не забыли, мы едем за этим подумкой. Пусть заплатят за все, что он сделал с Кейт. Понятно? Конечно, брат, конечно. Только вперед. Он уже сосредоточится на нашей миссии и все такое. Ничего, я думаю, он скоро притормозит. Я слыхал от своих, что Пигарина вроде бы знает, залег где-то в северной части Олдерни. Мы сядем этому парню на хвост и будем надеяться, что он нас не замочит раньше времени. Я тоже. Так, здесь он повернет сейчас, по-моему. Да. Да, он где-то здесь. Но он остановится. И уже тут... А, вон, кстати, вон тот особняк, который мы два раза ездили, заброшенный особняк. Помните, наверное, недавно совсем давно. В старое... Он что, в заброшенное казино направляется, что ли? Ой-ой, засады. Итак, Никол, какой у нас план? Джейкоб, вы с Романом оставайтесь здесь, а я пойду разберусь в Пигарине. Браты, Джейкоб, мы тебе приехали помочь. Мы тоже хотим ему напихать Нико. Джейкоб, лучшей помощью для меня будет сохранить у него брата в живых. Я не хочу потерять еще и его. Если вы хотите помочь, то проработайте тактику отхода. Я не собираюсь бы долго отшиваться от того, как вдруг отправится на тот свет. Пигарина в старом казино, найдите его. Огонь из ракетницы. Огонь! Огонь! Не прикроешься. Давайте-ка снаперку. Огонь! Огонь! Блин, ничего не вижу вообще из-за этих, из-за этого задымления. Ха-ха-ха, провалился в текстурке. Тебе бы в текстурах не застревать. Блин, там еще кто-то, а вот он, башку, башку его вижу. Скотина, на, получили, тибил. Ой, 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 осторожней, туда пасы находятся. Блин, они что повсюду, что ли? Ты что, еще жив, что ли, до сих пор? Все, никого больше тут нет. Хорошо. Все под контролем, на небо посматривай, лады. На небо? Ладно. На небо так на небо. Блин, карабин заканчивается уже. Козлы, 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 козлы. Вон, там, башка прячется. Блин, карабин заканчивается уже. Ах ты, говнюк, даже не вздумая оправдываться, это целиком и полностью твоя вина. Ты мог со мной работать, и все было бы в шоколаде. Я хотел выйти из игры, а ты грохнул мне. Дорогого человека, для тебя все закончено, Джейми. Догоните пигарина. Грохните этого чувака. У меня ничего не осталось, я должен... О, карабинчик еще есть. Не очень много только. Так, надо сейчас спуститься и грохнуть их всех. Держись, пигарина, как мужик. Давай. Твоя беда в том, что ты прячешься от убийств. Блин, вот так просто я его не подстрелю. Вот сейчас немного сложное место будет. Надо будет запрыгнуть наверх... На трамплин. И... Быстро-быстро нажимать на пробел. Это очень бесит меня. Пигарина, ты никуда от меня не убежишь. Пигарина. Оу. Нико, мы видим кантер. Мы с Джейковом за ним полетим. Вы никуда без меня не полетите. Чтоб не мог убить меня, этот кретин безмозный. Так что нельзя, чтобы он попал мне в колесо. Ех! Охо-хо-хо, господи, как это тяжело, а. Ну тут на удачу, на самом деле, еще можно надеяться. Это бесполезно стрелять по нему из кушек. Так, мы будем за ним держаться над ним. Но не будем стараться особо... Держись! У него ракетница! Держись! с но я делаю в этом целый подождите я пока с этим закончен сейчас секундочку настройки музыки музыку включим она нам сейчас понадобится эй пигарина куда ты побежал так это ты лодочник проклятый который в меня ракетницей стрелял а вы а вам что надо почему вы защищаете то дебилы где ты сюда иди да постой ты попался в живот прям тебе вот так вот я говорил тебе оставь меня в покое здесь только я даю приказы только я паршиво выглядишь джимми пошел ты да блин ну что она тебе сделала мне нужен был ты иммигрант чертов и давай заливай хочешь расскажите одну смешную вещь не горю желанием совет старый клан я кое-кого тут знаю кое откуда короче так вот они считают что ты жирный противный клоун мне пофигу шутка шутка а 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 ты это сделал правда не знаю чего сделал ты все кончено мы можем зарабатывать деньги спокойно может быть и так мы победили чувак мы победили ну и показывают нам статую счастья именно так она называется в этой игре у а 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 ну что ж дорогие друзья вот и закончилось прохождение gta 4 у нас пошли титры но сегодня я еще запишу видео бонусное по gta 4 мы посмотрим на вторую концовку тоже смотрим что будет если не упадет с дмитрием на сделку что ж что я могу по этой игре сказать игра мне очень понравилось мне очень понравился сюжет он конечно не сравнится с gta сын адрес но все равно мне очень понравился вообще персонажи мне понравились дмитрий раскалов вот это все малышей к нику белик да довольно мне понравился этот антагонист дмитрий раскалов он по характеру очень похож на главного антагонист из gta 3 на каталину по характеру ну что ж на этом все с прохождением gta 4 с вас лайкос и подписываться с меня печные видосы подписывайтесь на запасной канал и группу вконтакте сидите дома не выходите без нужды досматривайте титры и всем пока